Утка с апельсином Утка, ну мы знаем, что утка с яблоками, правда, хорошо работает Вообще утка, она как раз-таки точно так же, как и я, например, любит, когда к соленому есть нечто сладкое Вот предлагаю вам сейчас тыкву, которая сама по себе уже почищена, порезана такими кубиками Натереть цедру апельсина для аромата Дальше, над этой миской, в которой у нас лежит тыква Разбираем апельсин на сегменты Для этого сначала вот так вот избавляем от кожуры И теперь прямо над тыквой, вот таким вот надрезом Для чего я это делаю над тыквой? Для того, чтобы весь сок, который побежит Естественно, при моменте, когда мы надрезаем апельсиновую мякоть Она, конечно же, отдает сок Но мы этот сок сразу в дело пускаем И этот сок будет у нас помогать апельсинам пропитать тыкву Запекаться Кстати, хорошая такая техника для того, чтобы сделать сегменты из апельсина, из грейпфрута, из любого цитрусового И когда вы добавляете в салат, например, кусочки апельсина То вот посмотрите, он уже у вас такой настолько съедобный и такой аппетитный И нет вот этих вот грубых и вредных перепонок Оставшуюся мякоть отжимаем сюда на тыкву Сюда же добавляю немного оливкового масла Соль, перец Чуть-чуть тимьяна Тимьян, розмарин, майоран Можно даже сухую травку взять Она подойдет Вот так вот освобождаю листики от веточек Поактивнее так с тимьяном Обходитесь так прям поагрессивнее Он тогда ароматнее будет себя вести в нашем вот этом соусе Потому что у нас получается именно соус Еще мы сюда добавим столовую ложку меда И немного бальзамического уксуса Тоже для карамельной корочки Для цвета и для запаха Вот можно сказать, что гарнир к нашей утке почти готов Ненадолго в сторону я его отставлю А с уткой совсем просто У меня вот такая утиная грудка Опа! Солим и перчим сначала со стороны, где нет кожицы Затем аккуратно переворачиваем И теперь сначала острым ножом Делаем вот такие диагональные надрезы Желательно не слишком сильно прорезать мясо Наша задача надрезать кожицу Чтобы кожица активней отдавала свой Кстати, небольшой, довольно постный эта уточка Но все-таки жир, который в ней находится Чтобы он весь побежал нам на мясо И мясо наше стало нежнее и вкуснее И вот так вот еще еле-еле прикасается Я вообще не знаю человека, который бы не любил Зажаристую корочку вот такую На цыпленки, на утки И я, конечно, понимаю, что это не самое полезное Но вы знаете, когда это не полезно? Это не полезно, когда это жарится во фритюре С огромным количеством масла А вот если мы с вами используем такую умную штуку Как гриль Вот у меня такой прекрасный агрегат Называется Аэрогриль Филлипс Так вот здесь, в этой чудо-машине Золотистая корочка получается вообще без всякого масла Можно здесь запекать Вот так вот карамелизировать Готовить прямо самым, я бы сказала, образом таким Для высокой кухни предназначенным Получить очень здоровую еду Вот с одной стороны я выкладываю кусочки тыквы Которые уже заправлены у нас этим чудесным маринадом А оставшийся маринад поливаю сверху на грудку Вот такая красота И все А инструкция по применению вам сразу покажет Что все здесь очень просто Сначала устанавливаем температуру Первые 10 минут, ну 7-10 минут Готовим при температуре 200 градусов Для того, чтобы карамель схватилась Чтобы корочка стала хрустящей А потом еще минут 13 или 10 Запекаем в зависимости от толщины нашей уточки Запекаем это все на температуре 180 градусов Поехали! Мне кажется, когда я думаю о праздничном обеде Вот какие первые мысли приходят мне в голову Я всегда пишу меню, что я буду готовить Но, наверное, это после закусок Который, в принципе, у меня стандартный набор Я думаю, какое будет основное блюдо Во-первых, я хочу, чтобы нравилось большинству Хотя бы, если не всем Во-вторых, я хочу, чтобы мне было очень-очень тяжело Ну, то есть, если это плов, то это не может быть первое, второе Это уже первое, второе и третье, да? То есть, все понятно Поэтому я очень часто склоняюсь к птице Курицу, ну вот сегодня, наверное, на праздничный обед Как-то готовить странно, правда? А вот фазана, я серьезно, можно найти фазана Перепелок, цесарку и утку всегда уместно Ну, всегда, потому что, во-первых, даже есть такие викторианцы Которые птицу, тем не менее, едят Не едят, например, говядину, свинину, может быть, ягнятину, телятину и так далее А вот птицу едят Во-вторых, птица, мне кажется, настолько хорошо сочетается с закусками разными Ну, будь вот что-то там, какой-то салат с сыром Или, например, я не знаю, оливье Или заливное Потом утка с любым абсолютно аплодементом Например, тушеная капуста Серьезно, это очень вкусно Жареная картошка Бабушка моя собирала из утки жир, когда утка топилась И потом в этом же жиру запекала картошку Это вкусно было так невероятно Но что я для себя открыла, вот со времен моего детства Когда утка была действительно праздником Может быть, раза 3-4 в году ее выдавали Утка с яблоками, да? Это как бы такая классика Всем понятно Работает почему? Потому что яблоко кисло-сладкое должно быть Если яблоко просто сладкое, работать так не будет Бруснику, смородину, вишню То есть вот такие, какую-нибудь ежевику Кисло-сладкие ягоды У меня уже слюнки текут С этим мясом, в котором присутствует вот такая-такая-то, знаете Немножко терпкость Может быть, какая-то горчинка Но в то же время оно нежное Если правильно готовить Поэтому вот сейчас для меня нет вообще вариантов Если у меня гости И нужно срочно что-то На основное блюдо Только утка Посмотрите Прошло 13 минут И мы с вами добавляем Вот эти сегменты апельсинов Прямо сверху И на утку И на тыкву И добавляем еще сочности И вкуса И аромата нашему блюду И как раз уменьшаю температуру до 180 Минут 5, не больше нам осталось довести до готовности нашу утку А мы тем самым временем Можем приступить к чему-нибудь очень-очень приятному Например, открыть бутылочку игристого вино в бокале Утка готова Выкладываем ее на тарелку Нужно дать ей немного остыть Потому что любое мясо требует времени После того, как мы его приготовили Особенно на гриле, под грилем Его нужно обязательно Немножко-немножко пожалеть Над ним нужно помедитировать Это как раз то самое время, которое позволит мясу Весь сок сохранить в себе А если вы начнете его резать сразу Прямо вот сейчас же То весь сок окажется на доске или в тарелке Ну что, приятного аппетита Суббота начинается очень хорошо Когда не хочется готовить Но съесть что-то полезное и вкусное необходимо Вот это без вариантов Я предлагаю приготовить такое блюдо, которое легкое И в то же время очень радует вкусом Смотрите, салат Салат вообще в принципе всегда для меня, на мой взгляд, работает на 5 с плюсом Сегодняшний салат мой будет состоять Из вот такой прекрасной грудинки Чуть-чуть подкопченой Мы ее поджарим Дальше другая сковорода мне нужна Я добавлю сюда немножко Оливкового масла Extra Virgin Olive Oil Borges Не только для того, чтобы обжарить мою картошку Которая уже была отварная Такая, видите, молодая картошка, класс Но еще и для того, чтобы потом на основе этого масла сделать заправку Вообще я считаю, что это оливковое масло лучшее для заправки И особенно сейчас, когда сезон овощей, листиков салата Все уже свое с грядки Когда действительно каждый ингредиент в салате раскрывается Ну вот и поет песню солнца И именно это масло, на мой взгляд, испанская песня солнца Льется здесь очень громко и насыщенно Отправляю срезом вниз сначала картошку Знаете, почему срезом вниз? Потому что кожура, даже у молодой картошки Она так имеет тенденцию съеживаться И если картошка попадает на сковороду срезом вверх То кожура может просто потерять форму Кстати, такой салат Его, конечно, очень вкусно есть теплым Вообще в Лионе даже есть похожий салат Он так и называется, Лионский салат Но, как правило, в него добавляется не картофель А такие крутоны, сухарики обжаренные Но вот его едят и теплым, и когда он немножко остыл Поэтому прекрасная идея взять с собой на пикник Например, вот такой салат Здесь у меня утиная печень Конечно же, если нет печени утиной Можно взять печень куриную Можно взять печень кролика Можно взять печень индейки Ну или даже телячью Все зависит просто от ваших предпочтений И как бы то, что от той возможности, которая есть сегодня В муку добавила немножко соли Немножко свежемолотого перца Это такая панировка легчайшая на самом деле Она очень-очень... нам нужна просто для того, чтобы печень приобрела такую легкую корочку И жарить мы ее будем вот здесь Там, где бекон оставил легкое напоминание о копченом вкусе Снимаем сначала бекон Добавляю сюда масло Пока масло разогревается Берем кусочек печени Обваляем вот так вот В легчайшей панировке, которая мука, соль и перец И отправляем в горячее масло И таким образом печень приобретает вот этот аромат легкой копчености И поддержит эту ноту в нашем салате Понимаете, я, конечно, говорю салат Ну, согласитесь со мной, это прям первое и второе Ну, правда, это хрустящие листики Достаточное количество клетчатки Есть медленные углеводы в картофельную Конечно, белок Между прочим, печень действительно такой продукт Очень важный Потому что аминокислоты, которые находятся в печени, они практически незаменимы Картошка Вот, вот видите Когда мы ее запечатали, и получилась вот такая золотистая корочка На срезе Мы ее переворачиваем И тогда картошка не теряет свой аппетитный вид Корочка получается со всех сторон Так Ну, а печень, конечно же, и куриная, и утиная Во-первых, должна быть абсолютно точно комнатной температуры Когда мы ее отправляем на сковороду И она должна хорошо проготовиться Мы не допускаем все-таки присутствия крови в конечном результате Пока у нас тут все зажаривается Все прекрасно происходит Делаем заправку Для заправки мне понадобится миска Сюда Горчица У меня такая горчица С зернышками Зернистая Можно взять дижонскую горчицу Можно взять такую горчицу поострее Если вам так нравится Очень интересный уксус с малиной У него такой нежный, и тоже весенний, на мой взгляд, аромат Соединили Соль, перец Ну и, как я уже сказала, оливковое масло Экстра Вертен Порхес Без него ни одна заправка не летает, не танцует, не поет И не радует меня на кухне Две-три столовые ложки этого масла И получается такая чудесная эмульсия Такая красота А дальше секрет Этой заправкой мы пропитываем только листья Только исключительно листья салата Вот они у меня здесь приготовлены, вымыты, высушены Естественно, кстати, салат обычный, подмосковный Можно взять айсберг, можно взять Смесь там каких-нибудь листиков, которые уже готовы и продаются Это как вам больше нравится На тарелку Выкладываем листики салата И, естественно, нужно убедиться, что все они у нас пропитаны заправкой А дальше Выкладываем сюда горячую Золотистую Ах, картошку Посмотрите, со всех сторон Та корочка, ну, которая меня, ну, очень радует Вот честно Корочка просто красота И печень проверяем, видите На всякий случай берем кусочек Лучше это делать на доске Или на теплой тарелке И проверяем Что печень, видите, у нас абсолютно готова Это значит, мы ее точно так же можем добавлять сюда в салат Тут вот это, знаете, самое сложное, мне кажется, когда мы готовим печень Не важно, это печень куриная, телячья Или вот в данном случае у меня гусиная, утиная печень Соблюсти вот этот вот баланс, когда печень у нас готова, не сырая Но и в то же время, когда она у нас не жесткая, не сухая Вот это вот нужно, для этого нужен опыт То есть, действительно, знаете, приготовление любой еды Это повторение мать учения Просто готовьте, ничего не бойтесь И какая-нибудь травка Ну, на мой взгляд, для того, чтобы все это сделать ярче Базилик идеально подойдет И порвать его вот такими крупными кусочками И можно сказать, что трапеза почти готова Значит, у меня вот утиные ножки, которые я просто Перец свежемолотый побольше И соль посолили Отправляю В сковороду Кожицей вниз сначала Вот эти ножки Какой красивый цвет у этого утиного мяса, да? Ну, да, он такой действительно, как бы И вкус у него ведь, правда, очень сильно отличается Хотя это домашняя птица Все равно он ближе к какой-то дичи, правда? Такой более, я бы сказала, херпкий Более пряный Не такой нейтральный, как у курицы или там у индейки, например Праздничная Утка-птица праздничная Пока у нас утка обжаривается Мы с тобой берем две крупные луковицы Нарезаю вот такими полукольцами Довольно плотными такими полукольцами Чеснок Два-три зубчика, но у меня, видишь, такие крупные зубчики Сюда же к луку с чесноком цедра апельсина Можно порезать такими, знаешь, просто снять цедру с апельсина тонко ножом Потом изрубить тоненько-тоненько такими тонкими, как спичками, да, такими полосочками Ну, или вот на мелкой терке натереть И теперь здесь у меня гвоздика Молотый кориандр Добавляю сюда Где-то четверть чайной ложки молотого кориандра, гвоздики Ну, опять-таки, понимаешь, такие какие-то зимние, нарядные ароматы Можно добавить имбирь О, вот, видишь, какая Вот какая история нас с тобой интересует О, красота И все, самое время добавить сюда Лук, чеснок, цедра апельсина Пряности мы уже добавили Гвоздика, кориандр Много перца Теперь сок апельсина целиком Ну, в принципе, мне нужно где-то 100 миллилитров этого сока Белое вино Вообще вино может быть и красное Вино должно быть сухое Это важно, потому что в данном случае Хотя утка любит сладкие вкусы Но сладость у нас получается от апельсина, от его сока Где-то 60-70 миллилитров белого вина Даем выпариться алкоголю На довольно сильном огне Таком виде, чтобы все у нас здесь Видишь, как важно хорошо обжарить, да? Запечатать, чтобы корочка была золотистая Потому что, естественно, когда мы будем томить Сейчас отправим в духовку под крышкой Томиться наши ножки Если мы их не доведем вот изначально Такого золотистого цвета Они будут просто бледные, как будто бы вареные А нам это совсем не нужно, но это не так аппетитно Немного бульона Бульон может быть куриный Может быть овощной У меня говяжий Все, вот так, чтобы было покрыто Теперь я закрываю Вот эту всю красоту крышкой И отправляю в духовку Духовка разогрета до 200 градусов Потому что у меня очень толстая Вот эта вот кастрюлька, да, сковородка такая, сотейник Если у тебя не такая Ну, там вообще это очень идеально делать в утятнице, да, например Но если у тебя не настолько тяжелая посуда То температура должна быть не выше, чем 180 градусов Ждем где-то час-полтора В зависимости от размера ножек В принципе, где-то нужно закладывать часа-полтора До конечного результата После того, как мы их отправили в духовку Ох, тяжелая эта работа Честно тебе скажу Опа! Никакой спортзал не нужен Так О, вот Вот это как раз Меня интересует как результат Ну, согласись, это очень красиво Приятного аппетита Ну вот, вообще утка или гусь Мне кажется, это настолько традиционно Рождественская, новогодняя история И мы запекали ее с тобой И с яблоками, и с апельсинами Фаршировали гречкой Сегодня предлагаю сделать все очень просто Но подавать эту утку хитро Я ее поперчила, посолила И ставлю, это важно Вот на такую вот решетку И на противень Для чего на решетку? Для того, чтобы лишний жир из этой утки стекал на противень Чтобы она не лежала в жиру А чтобы она запекалась без жира Температура в духовке не должна быть слишком высокой Всего 170 градусов И запекается она, она такая крупненькая у меня Часа полтора-два будет печься Поехали Утка запекается Я предлагаю тебе посмотреть, как тут поживает наша птица Ты видишь, какая красота? Да И вот это как раз тот момент, когда нужно слить немножко жира Для чего я тебе потом расскажу Такую конструкцию соорудили, потому что нам нужен жир Вообще в этом жиру очень вкусно запекать Осторожно, только не обожгись, потому что это Он горячий очень Запекать картошку Так Кстати, небольшим количеством этого жира Который мы можем ее чуть-чуть полить Так А вот остальной жир нам понадобится, чтобы наше вот это, я считаю, это просто королевское блюдо Довести до завершения Так Прям больше ничего не делаем? Все вот так вот она печется? Все, она печется, ей осталось совсем недолго, чуть меньше часа Та-да-да-дам, я считаю, будет, потому что она Вот какая она Она очень красивая Мы тебе комплименты говорим Не сердись Золотистая корочка Снежная Я предлагаю приготовить утку И утка такая вообще Утка, птица капризная, знаешь Вот мы обычно готовим утку с яблоками, да Или какую-нибудь утку мы фаршируем чем-то, отправляем в духовку То есть это такая, мы понимаем, что это такое праздничное, нарядное блюдо, которое требует работы Вот так вот надрезала я для чего? Для того, чтобы, во-первых, тот жир, который находится в коже, он пропитал нам мякоть мяса Понимаешь, то, что мы его вот так вот надсекли, это что нам дает? Нам дает-то прекрасную вещь Кроме того, что жир вытекает, у нас в мякоть попадает маринад И вот для маринада мне нужна соль, ну это естественно Лучше использовать морскую соль и такую крупную Потому что мясо возьмет столько, сколько нужно А благодаря соли получится очень красивая корочка, которая будет хрустеть Теперь, что касается специй Вообще реально, вот любишь корицу, сыпь корицу, не жалей Любишь имбирь сухой, сыпь имбирь, не жалей Любишь кардамон, может быть, мускатный орех А еще лучше все вместе, я тебе скажу, почему Мускатного ореха, кстати, очень аккуратно с ним нужно Потому что он такой у нас товарищ яркий Немножко кумина добавлю Кумина-то зира молотая И немножко, вот здесь у меня хлопья перца чили, да Сухого с солью И чуть-чуть черного перца, тоже ароматного Понимаешь уже, какая красота у нас? Красота, да Да, здесь просто Добавляю сюда немножко оливкового масла Чуть-чуть, это просто для того, чтобы впитались все эти специи Потому что жира в утке достаточно И теперь массаж Будем к ней нежны И она нам ответит взаимностью И вот теперь, как только мы хорошо вмассировали Именно кожицей вниз На хорошо разогретую решетку, на горячие угли Отправляем вот эти филе Для того, чтобы запечатать мясо Вот теперь смотри, какая красота Вау Да, это очень красиво Очень эффектно И очень быстро, я предупреждала, видишь? Да Все, вот смотри Вот это сейчас очень важно Мы запечатали утку с той стороны, где у нас кожица Теперь мы ее точно так же запечатываем Там, где у нас Понимаешь, почему этот огонь? Потому что жир капает Жир дает вот эту вот температуру И вот, собственно говоря, сразу, очень быстро Готовим 4 кармана Так Утку снимаем аккуратно В карман Вообще, в принципе, ты знаешь, французы бы уже тебе сказали Можно есть Да, потому что они любят то, что называется Ну вот rare То, что сырое Но мы с тобой все-таки Сделаем немножко Не совсем по-французски Мы ее доведем до готовности в карманах Но нам это нужно не только для того, чтобы мясо было нежное и сочное Оно уже нежное и сочное Нам это нужно еще для того, чтобы напитать эту утку ароматами Вот это, как ты думаешь, что это такое? Я знаю, это ревень Правильно, это ревень Да не все знают Но ты знаешь И теперь вокруг утки Которую мы с тобой сняли с огня Раскладываем вот эти вот чищенные Естественно, уже чищенный ревень Он очень быстро становится нежным Очень быстро становится таким, знаешь Как бы вареньеобразным Он очень не хочет ему долго С ним долго уговаривать его не надо Он такой парень Очень быстро соглашается на все наши условия И для того, чтобы немножко оттенить ревень Я предлагаю добавить каких-нибудь фруктов Вот вообще реально очень здорово работает груша Эти кисло-сладкие соусы к мясу Это песня Абсолютно Те, кто любит вообще вот так дичь, птицу Это вот без этого, ну никак нельзя Ну ведь не даром же Даже в старых русских рецептах Есть очень много соусов из брусники Из клюквы Из всяких таких ягод Морошка Которые действительно обладают Не просто одной сладкой нотой А вот как раз таким разнообразием прекрасным Теперь беру лук-шалот Режу вот так вот тоже такими дольками То есть мы с тобой помогаем создать Здесь такой вот букет Для того, чтобы это было все очень нежно Красиво и насыщенно По веточке тимьяна везде Так, а теперь делаем карман Смотрите, да Вот так вот, чтобы мы могли все закрыть Как только вот такая лодочка Видишь, какая получается Карман Еще немножко соли Для фруктов И немножко вина Можно белое, можно красное Можно сладкое вино Если ты любишь, например, какую-нибудь Мадеру Может быть, какую-нибудь Вермут добавить То есть это тоже допускается И теперь первый пошел Благодаря вину Благодаря температуре Благодаря герметичности Утка станет еще нежнее Еще мягче Еще сочнее Ну и потом, конечно, вот эти все вкусы Которые мы здесь добавили И тимьян И груша И ревень И лук Можно чеснок добавить? Я чеснок не добавляю Потому что он простит всю эту историю А здесь так получится все очень элегантно Все, утка у нас готовится Посмотрим, что тут у нас Оп Происходит Просто, чтобы убедиться, что мы У нас все под контролем Боже, какая красота Ты видишь? Я сейчас Все эти кармашки Чуть-чуть Открываем Делаем вот такие вот отверстия Видишь? Прям ножом Чтобы лишняя жидкость ушла Чтобы соуса Посмотри, как там видно, как кипит Прям бурлит Понимаешь? Чтобы у нас соус стал более интенсивным Ох, тут горячо Буквально для утки осталось 2-3 минутки И снимаем утку Аккуратно Стараемся не повредить Фольгу, чтобы соус у нас остался весь с нами А не вытек на угли И вот теперь я просто хочу тебе продемонстрировать Ты видишь, смотри Я немножко, утка должна, конечно же, отдохнуть Это важно Любое мясо, которое ты снимаешь с гриля Оно должно быть чуть-чуть отдохнуть Потому что иначе, если ты начнешь его сразу резать То оно весь сок свой отдаст в момент нарезки Понимаешь? Поэтому мы даем ей несколько минуточек отдохнуть А потом перекладываем Обязательно перекладываем Не на тарелку холодную А на дерево, которое теплое Которое не охлаждается Берем острый нож И смотрим Какая она нежная Какая она мягкая Сочная Ты видишь? Какая она прекрасная Ну а подавать их, конечно же, нужно С тем соусом, который остался в фольге И дальше Вот теперь уже тарелка будет уместна Кусочки утки Кто бы мог подумать, что настоящая такое Я бы сказала, ну высокая кухня Все-таки утка, ты знаешь Это мы знаем, что это как бы такая еда нарядная А мы ее лучше, чем любые шашлыки приготовили Правда ведь? Так, и вот тот соус, про который я тебе говорила То есть обязательно все, что здесь у нас было Ну может быть тимьян не нужен Он же свой аромат отдал А вот и лук И все эти фрукты Смотри, как хорошо Правда же? Да И можно немножко, конечно, вот так вот Пару веточек тимьяна добавить Ну вот какая Высокая кухня у нас сегодня, правда ведь? На природе Сегодня мы с тобой будем запекать утиные ножки Вообще, как это здорово Что сейчас можно в магазине найти куриную грудку Утиную грудку Грудку индейки Или утиные ножки Я разогреваю оливковое масло Побольше не жалея масла На самом деле, посмотри Вот вообще вся Мне кажется, такая нагнетенная история Про то, что утка это жирно Утка это не очень полезно Это неправда Ты знаешь, что французы считают Что одни из самых здоровых регионов во Франции Это перегор А в перегоре все без конца едят фуа-гра А фуа-гра это утиная печень И утку в том числе, естественно И почему? Потому что утиный жир на самом деле Ну, конечно, мы сейчас говорим о разумном употреблении Потреблении, да? То есть о том, чтобы порции у нас были не слишком большие И чтобы мы это не ели не каждый день Так вот, утиный жир, он полезен И вот мы с тобой сегодня Смотри, я их просто присыпала перцем и солью Больше ничего с ними не делаю вообще И в разогретое масло Вот той стороной, которую мы присыпали Перцем и солью, да? Я отправляю А вот тут Неприсыпанную сторону Еще перчим, солим Перец я предпочитаю свежемолотый Для аромата, не для остроты тут вообще Вообще, ты знаешь, даже французы Фуагра, вот как раз кутиной печени Которая, или там гусиная она бывает Которая приготовленная Либо жаренная на сковороде Либо как паштет холодная подается Обязательно дают свежемолотый перец Потому что перец дает аромат свежести Хороший свежемолотый перец Он пахнет почти цитрусом Вот теперь мы обжариваем Нам нужно с каждой стороны получить золотистую корочку Вообще обжаривать нужно минутки 3-4 с каждой стороны Поэтому пока они у нас обжариваются Мы с тобой возьмем сливы Вообще утка гениальна тем, что она сочетается очень хорошо с фруктами Вишня Ела когда-нибудь утку с вишней? Нет Ну да, в стереотипе у нас утка обычно с яблоками Но на самом деле вот с вишней, с брусникой С какими-нибудь такими кисло-сладкими фруктами и ягодами Работает отлично Поэтому, ну эти сливы я понимаю Конечно, сейчас-то не сезон Но захотелось чего-то такого летнего, экзотичного Тем более они продаются круглый год сейчас Вообще, мне кажется, какой-то особенный специальный сорт слив Который подходит конкретно вот для таких рецептов Конкретно для того, чтобы их отправить в духовку Чтобы с ними готовить птицу Чтобы запекать их в пирогах Они не, вот с сырыми такие сливы Но только тем, кто любит очень такие хрустящие, не сочные фрукты Они не очень сочные, но в них много кислинки И есть вот это вот кисло-сладкое сочетание Которое, мне кажется, с уткой работает просто невероятно хорошо Переворачиваем О, вот она, корочка Именно то, что я и хотела Посмотри, перчик есть прилип к коже А это очень здорово, это очень важно Теперь я добавляю сюда несколько веточек тимьяна И половину слив Почему половину? Потому что остальные я добавлю уже перед самым окончанием приготовления То есть вот это я им как бы жертвую для того, чтобы они нам дали соус Для того, чтобы не добавлять сюда воду, вино, кстати Потому что вино дает кислинку, я не буду добавлять А именно сливы нам дадут вот эту вот прекрасную Даже я бы сказала Такую кисловатую основу Которая и мясу поможет стать легнее А дальше мы отправляем вот эту прекрасную сковородку прямо в духовку Температура в духовке не должна быть слишком высокой Мы их уже запечатали, наши ножки То есть уже сок останется внутри Единственное, что я хотела бы Либо накрыть крышкой Но у меня, к сожалению, крышка от этой сковороды Она... Хотя можно, наверное, это отвинтить О, идеально Сняла просто вот эту вот пластиковую штучку И тогда я могу совершенно спокойно накрыть крышкой Мой будущий шедевр И отправить его в духовку на низкую Как я уже сказала, температуру 170 градусов Всего лишь на час Они за час будут абсолютно готовы, нежные И будут прямо расползаться на волокна Утка у нас практически готова Аккуратненько ее Вынимаем на секунду Ой, осторожно очень Сейчас Вынули И теперь Смотри, вот уже можно снять крышку совсем Опа! Ой, посмотри, какая красота Вот эти сливы, понимаешь, они стали соусом А вот эти Они останутся вот такими чудесными, роскошными половинками Поэтому я их отправляю К этой птиточке Замечательной Так Вот И без крышки уже минут на 10 в духовку И, кстати, здесь можно поставить функцию Или горячий воздух Или гриль Если гриль, то вообще на 5 минут Чтобы скорее все схватилось Вот ставим гриль Не самую высокую температуру 210 градусов И поехали И сейчас там она будет и томиться продолжать Но еще и будет золотистая корочка Вау Посмотри Да Ну вот это Я понимаю Воскресенье, а Что Кричать надо скорее Громко Все к столу Ура! Для меня азиатская еда Она в первую очередь Очень полезная Потому что много Специй, пряностей Травок всяких Муравок И получается Что тебе совершенно не нужно Когда у тебя такое Яркое Такое вкусное Сочетание продуктов Ингредиентов То не нужно Чтобы это было непременно Очень жирно Да Чтобы много было Жареного чего-то Теста Нет Вот смотри Мы с тобой Это две кутиные ножки Очень молодая уточка Жира практически нет Я соль, перец Больше ничего И отправляю запекать Запекается Она при температуре 160 градусов Около часа Вот такие ножки Я не знаю Была ли ты когда-нибудь Вот на настоящем Азиатском рынке Нет Ой, это потрясающе Вообще, конечно Некоторые считают Что это опасно Есть на рынках Но мне Может быть везло Я не знаю Но я Я пробовала Я даже пробовала Жареных скорпионов В Китае Это вообще На самом деле Похоже на такую Мелкую жареную рыбешку Но вообще Вот эти ароматы Запахи Невозможно Просто пройтись По такому рынку И не попробовать Как они Вот готовят Эти рисовые лепешки Наполняют их Какими-то рубленными Например, голубиным мясом Добавляют орешки Какие-то пасты невероятные Вот мы сейчас с тобой Попробуем сделать Вот такие вот лодочки Которые гениально Мне кажется На закуску Да и просто Просто очень вкусно Посмотри Вот этот цикорий Можно использовать Листики салата Айсберг, например Да Или там Листики салата Романа Или вот Ну какие-нибудь Может быть Родики Цикорий Просто идеально подходит Смысл в чем? Смысл в том Что мы с тобой Сейчас сделаем Красота Что мы с тобой Сейчас Вот утка у нас Видишь Просто запеклись Две ножки Мы сейчас с тобой Сделаем начинку Вот для этих лодочек В принципе Что делают Азиаты Любят огурцы Как и мы И вот на рынке Очень часто Можно купить Вот такие вот Рубленные Тонко-тонко резанные Огурчики Например С цыпленком Или с каким-нибудь С какой-нибудь Птицей Со свиным фаршем Обязательно Бывает Начинка такая Острая И ароматная И яркая Но огурец Как раз Это все освежает Поэтому они так Любят огурчики Но мы тоже Любим огурчики Очень-очень Поэтому мы их С тобой вот тоже Вот так вот Тонко порежем Зелени побольше Кинза Опять-таки И мята Это идеальное Сочетание Зеленый лук Тоже подойдет И здесь мы Конечно же Не измельчаем Травку А просто Оставляем ее Листочками Такими Так И вот теперь Нужно сделать Заправку К нашей утке Которая Будет подаваться В этих лодочках Здесь у меня Масло Арахисовое Чайная ложка Тамари Немножко соуса Столовая ложка Кленовый сироп Столовая ложка Тамарит Паста Столовая ложка Сок Лайма Половинка Смешиваем Все Растираем Соединяем Вот так Ну и обязательно Должна быть Острота Можно добавить Чили сухой Я добавляю Вот такой Свежий Так Вместе С семенами Чтобы было По-настоящему Остро Ну тем Кто не любит Это можно легко Контролировать Регулировать Остроту То есть Можно добавить Поменьше Можно вообще Чили не добавлять Добавить просто Свежемолотый Например Белый перец Или зеленый перец Все перемешиваем 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 Так Немножко соевого соуса Ну и вот Готово Теперь немножечко Вот так вот Снизу на лодочку На эту Травки Муравки Мята Кинза Зеленый лук Огурчик С мятой Осторожно Потому что Мята Ты знаешь Она Она очень яркая Она может Чтобы не перебила Все остальные ароматы Поэтому я вот прям Буквально по паре Листиков В каждую лодочку Не больше Ну и огурчик Вот с огурчиком Можно Не жадничать Ну вот И самое время Добавлять сюда Утку Вот так вот Разбираем ее На волокна Если хочешь Кожицу Можно снять Как тебе больше нравится Можно оставить Так Отделили мясо От костей Порезали его Тоже вот такими Полосочками И дальше Эти полосочки Раскладываем Вот здесь Сверху Травки И огурчиков Какой красивый Вот цвет Да У тебя на мясе Да конечно И какой он нежный И тут конечно Тоже мне кажется Что ну главное Главный ингредиент На этих лодочках Конечно Это мясо Конечно Это утка И ну вообще Знаменитая Пекинская утка Это конечно Не пекинская Но кстати Утку готовят Очень хорошо Не только в Пекине Не только в Китае Я обожаю По-вьетнамски Приготовленная утка Она как раз Вот и подается С такими травками И она как раз Более нежная Более такая Ароматная Вот практически все Сейчас Мы только Еще немножко Добавим соуса И вот Просто можно Сейчас отправляться К столу Наслаждаться Уткой И рисом